Я хочу рассказать про проект первого слова большого лайтбокса инсталляции, который называется «Награда за молчание». Саму идею, образ этого произведения искусства я придумал в 2013 году, когда начинались события на Майдане, и я боялся, что все вернется именно так, как случилось. Работая над образами в этой картине, я был вдохновлен произведением «Черный обелиск» Ремарка. В момент, когда полностью вся работа потухает, это произведение похоже на большой барельеф, такой обелиск. Поэтому я использовал именно черный пластик, который может передать эту блеск, обелиск, эту материальность. Тем не менее, работа получилась универсальная. Она может экспонироваться на улице, под дождем, в разных погодных условиях. Сейчас она была испытана, она стоит уже несколько месяцев на улице в Киеве, украшает вход в арсенал. И работает исправно, все хорошо, поэтому можно считать, что испытание погодными условиями она прошла. За какой-то период времени мы сделали действительно что-то интересное для искусства Украины, потому что таким жанром сейчас никто не занимается. Мы рискнули, и творческий эксперимент удался. И я рад, что он начинался именно здесь, в Ермьев-центре, в городе Храйкове. Мы будем продолжать добрые его традиции. Только полтора года мы работали над файлами, порезки, 3D-визуализацией и искали вообще деньги на этот проект. Но в процессе работы, вот такой медленной, долгой, постепенной, теперь есть команда людей, человек 8, которые вместе могут творить чудеса. Месяц сборки проходил в Ермьев-центре, в большом его помещении, в центральном зале. Тело этой конструкции, оно из пенополистирола, наборной пенополистирол, порезан на станке и собран с перегородками пластика для более жесткого крепления. Подсветка – это светодиоды с микроконтроллером, который позволяет нам программировать сценарий иллюминации этой инсталляции. Чтобы работа не сразу открывалась перед зрителем, постепенно, фрагментарно, как пазл за пазлом складывалось одно большое яркое впечатление. Также наши творческие эксперименты в себе объединяют и звук тоже. Максим Трянов пишет эксклюзивную музыку специально под наши проекты. Монтаж и демонтаж этой конструкции в течение одного рабочего дня. Она довольно легко собирается, легко разбирается. Есть несколько опций. Первая опция – работа стоит просто на ровной площадке. Вторая опция – работа может быть прикреплена к стене на любой высоте. У нее есть специальные крепления. Я бы хотел, чтобы как можно больше людей узнали о нашем аутентичном творчестве и почувствовали то же самое, что чувствуют герои в моих работах. И сейчас вот эта первая работа в жанре трансмонументализма, который я хочу развивать, но развивать практически, а не теоретически, виртуализация самых смелых идей. Захватит большое пространство информационное в нашем мире и большая часть внимания будет дотанной именно этому жанру. Но и материализация декоративного искусства тоже не будет лишена смысла. И я буду заниматься тем и другим по мере возможностям. Я не стремлюсь делать похожее искусство на кого-то, допустим, на западных модных художников. Мир большой, прекрасный, красивый. Много умных людей, которые любят жизнь, любят мир таким, как он есть. Я считаю, что мои произведения искусства дополняют разнообразие нашего прекрасного мира. Демонстрация этой работы – это некий акт дружелюбного общения, аутентичного какого-то региона со всем миром. И я хочу, чтобы люди больше впечатлялись, восхищались, потому что чувство восторга очень ценно. И оно уходит, оно теряется, оно замыливается в нашей жизни. И вот вызвать, пробудить в людей чувство восторга – это не так-то просто. И я считаю, что это очень ценно. Для этого, конечно, нужно использовать и современные технологии, нужно играть с новыми возможностями, что мы и собираемся делать. Я желаю художникам, которые сейчас развиваются на Украине, мыслить масштабно и пытаться реализовывать самые смелые свои идеи. Берите самую смелую, самую масштабную идею и реализовывайте. Если она действительно хорошая и вам совершенно это нравится, значит, у вас все получится. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА